Новый закон, вступивший в силу с февраля, закрывает еще одну лазейку для мошенников. Речь идет о продаже квартир в аварийных домах. Часто такие апартаменты продавали по заниженной цене. А уже после выяснялось, что сам дом подлежит сносу. Теперь же все такие сделки будут получать особые индикаторы. Информация станет общедоступной. Своеобразную черную метку для серого риэлтора. Это, скажем так, особые отметки, которые всегда содержат информацию, скажем так, для размышления, чтобы люди, получая выписку из Единого государственного реестра недвижимости, могли уже сфокусировать свое внимание на каких-то, скажем так, особых отметках и уже принимать решение, либо они покупают с риском для себя такое жилье, либо они отказываются от данной сделки. Степень риска определяет решение муниципальных властей. Потому что есть аварийные дома, подлежащие сносу, а есть капитальная реконструкция. Во втором случае рисков, конечно, меньше, но они все же есть. Естественно, когда орган местного самоуправления принимает свой распорядительный акт, он четко прописывает в соответствии с тем, какие действия дальше в отношении данного объекта недвижимости будут осуществляться. Уже ряд администраций, скажем так, довольно-таки активно приняли участие. И в настоящее время в Росреестр поступило порядка, наверное, 17-18 заявлений в порядке межведомственного информационного взаимодействия, которые содержат данную информацию. Вот и получается, что квартиры из разряда старые, дешевые и некачественные сегодня уже не выдашь за ликвидное жилье. На вторичке теперь все будет учтено и зафиксировано. Без всяких там риэлторских лазеек. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».